Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский вручил государственную награду Российской Федерации. Знак «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации Асхату Бодруддинову» начальнику штаба летного отряда. Награждение прошло в ходе визита главы региона в Наринмарский объединенный авиаотряд. Приятную миссию Александр Цибульский совместил с посещением основных объектов предприятия. Обширная территория Наринмарского авиаотряда включает не меньше десятка объектов, недоступных глазу пассажиров. В них расположены различные службы, обеспечивающие безопасность полетов на местных авиалиниях. В Докангаре Ми-8 сегодня идет ремонт одного из вертолетов авиаотряда. Через 6-7 дней винтокрылая машина снова будет в строю. Нам повезло очень сильно, что мы получили 9 вертолетов в 90-91 год. Благодаря этому машины достаточно свежие. Я могу сказать, что 9-я машина – это 1991 год. Наработка у нее в предназначении 26 тысяч. На сегодня где-то порядка 13 тысяч 50 тысяч. Да, 1991 года. Старейшим вертолетом воздушного парка более 25 лет, отметил директор предприятия Валерий Остапчук. Прошедшие полтора года стали знаковыми для авиаотряда. По договорам лизинга предприятие получило два новых экономичных самолета ТВС-2МС. Усовершенствованный вертолет Ми-8МТВ-1 и два Ми-8АМТ, предназначенные для санавиации. Все машины парка сегодня используются для перевозки пассажиров и груза регулярными рейсами. Оказавшись на грузовом складе, Александр Цибульский поинтересовался, как доставляется почта в населенные пункты округа. Заключен договор с почтой России 75 килограмм. То есть, минус один человек мы берем почту в обязательном порядке. Почты, особенно перед Новым годом, будет очень много. Еще один объект авиаотряда, недоступный глазу пассажиров, лаборатория автотоплива и спецжидкостей. Здесь авиационное топливо подвергается тщательному многоступенчатому анализу, прежде чем попасть в бак воздушного судна. Непосредственно с боржи мы отбираем пробу, делаем приемный анализ полный. При положительных результатах мы принимаем на свой склад вимкость топлива. После этого перекачки мы снова повторяем. Еще раз, да, смотрите? Да, обязательно. Потому что при перекачке, возможно, все будет. У нас было? А перед заправкой не смотрите? Обязательно. После посещения объектов авиаотряда Александр Цибульский встретился с коллективом предприятия. Здесь временно исполняющий обязанности губернатора исполнил почетную миссию. Вручил государственную награду Российской Федерации, знак «Заслуженный работник транспорта РФ Асхату Батрудиному», начальнику штаба летного отряда. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо за высокую отстанку. АПЛОДИСМЕНТЫ 9 ноября Асхат Батрудинов отметил 40-летие службы в Наринмарском авиаотряде. В далеком 77-м году, после окончания Кременчугского летного училища, по собственному желанию попал на крайний север и ни разу не пожалел о решении. Со плечами 33 года в должности пилота, а затем командира экипажа. Сегодня Асхат Графуддинович возглавляет штаб летного отряда, отвечает за безопасность полетов, совершенствование техники и мастерство пилотирования. И скучает по небу. Скучаю, но, так сказать, все рядом. Иногда хожу на перрон, посмотреть, как улетает-прилетает вертолет. Ну, иногда с экскурсиями бывает очень-очень редко. Ничего, так сказать, я достаточное количество лет отработал, 40, так что всего было хорошего, достаточно много, я очень рад. За добросовестный труд благодарственных письм губернатора Ниницкого округа удостоились водители, слесарь и тракторист авиаотряда. Александр Цибульский поблагодарил весь коллектив предприятия за стабильную работу, обеспечивающую транспортную доступность даже самых отдаленных населенных пунктов Ниницкого округа и выразил уверенность в дальнейшем развитии компании. Мы будем только развиваться и идти вперед. Другого пути у нас нет. И более того, этот отряд, я считаю, должен стать одним из основных, сегодня коммерчески привлекательных, коммерчески окупаемых и прибыльных компаний. Для этого есть все возможности, с учетом того, что у наших соседей этот сегмент находится не в самом лучшем положении. По словам Александра Цибульского, руководство предприятия должно предпринять все усилия для того, чтобы полностью занять нишу по предоставлению авиауслуг нефтяным компаниям, работающим на территории региона. Кроме того, отметил Александр Цибульский, большие планы по развитию региона как опорной точки арктической зоны невозможны без малой авиации.